Дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая и вы находитесь на моём таро-терапевтическом канале Любимого ТВ. Сегодня на прозрачном таро замечательных колодьях, замечательных моих любимых картах, но я не так часто делаю просмотры для вас, но тем не менее видео там не найдётся где-то в загашничке. Я надеюсь, почаще всё-таки проводить просмотры с этими замечательными картами. Какой мужчина у вас на пороге? Отмечу, что вы можете этого мужчину уже знать, но ещё пока не понимать, он это или не он. Возможно, это новый мужчина, возможно, вы где-то только по переписке познакомились, ещё лично не было встречи и также ещё непонятно, что и как. Ещё будет просмотр хорош, если очень мало информации о мужчине, если непонятно, женат, не женат, серьёзные отношения, несерьёзные. То есть, такую информацию, и что к вам? Либо будет, либо сейчас уже вот эти зачаточки есть, звоночки. Может быть, вы уже давно в отношениях, но тоже непонятно, ни шатка, ни валка. То есть, вы можете смотреть, если совпадает с вами, если есть резонанс, вы, конечно, информацию для себя берите, преобразовываете. Всё-таки у нас расклад общий. И какие-то нюансы, я думаю, вы для себя поймаете. Те, девочки, кто одинок, на данный момент, мы смотрим наиболее вероятное развитие ситуации. Не у всех, конечно, может вообще проиграться любой момент, хороший, плохой, неважно, что у нас будет. Но всё-таки у большинства из вас, кто придёт важным кармическим путём, кого приведут на данное видео и на минуточку, ваша интуиция, вы должны очень хорошо и чётко синтуичить именно ваш вариант. И вот когда всё совпадёт, тогда уже можно будет делать выводы. Итак, дорогие, выбирайте кристальное сердечко, зелёненькое, изумрудное и шоколадное. Готово. Поехали. Будем смотреть. Сейчас мы будем рассмотреть, что происходит у этого человека в доме. На сердце, в мыслях, вообще любую информацию, которую нам на него покажут. Очень увлекательная вещь, прозрачная, таро. Очень информативно. Итак, давайте посмотрим сейчас суть ситуации. И вот смотрите, дорогие, что у нас получается, какая картинка. Мужчина выседает на троне. Он любит преклонение, он любит уважение, когда оценивает его способности и по заслугам, и без. Иногда он любит элементарно лезть. Хотелось бы сказать, что человек достаточно мудрый. Вообще типаж мужчины, который выходит к нам, очень часто может говорить о человеке, который действительно занимает какие-то более или менее высокие должности. Он может хорошо идти по карьерной лестнице. Самое интересное, что он прикладывает для этого действительно много труда. И несмотря на то, что у него всё хорошо может быть в социуме, он действительно может брать на себя ответственность, принимать решения. Но в данном аспекте, в данном виде, вот здесь, на этих пазликах, которые сошлись в одну картинку, занимается своим ремеслом, он любит. Его можно постоянно видеть где-то на работе. Это действительно может быть так, что идёт в ущерб семье, в ущерб отношениям. Он либо обманывает, пытаясь добиться чего-то, сам себя, может быть, обманывает. Отсюда у него сексуальный интерес есть, активность в этом плане есть, но он не может отдать чувства. В чувствах идёт очень сильная закрытость и момент очень сложных переживаний. Возможно, его обманули уже где-то, когда-то. Ему нравится, когда его ждут. Но его могут сейчас, в данный момент, уже не ждать. Вот настолько он отдалился, настолько он занят своими делами и боится раскрыть чувства, что момент поддержки в семье, если она у него есть, либо была, он здесь закрыт. Здесь уже нет той радости и счастья, где он находил успокоение в четырёх стенах. Когда его ждали, когда о нём заботились, ему помогали. Либо он сам сознательно от этого ушёл, либо действительно уже ситуация стала тупиковой. И вот здесь, стараюсь держать, чтобы было видно, нужно посмотреть, что же произошло, почему есть обман, из-за чего обман. Ну понятно, что здесь любовная какая-то история. И вот обманывает ли он, или он закрывается, сделает неправильный выбор какой-то. Это нужно посмотреть дополнительно. Что здесь у него? Давайте посмотрим. Что у него в чувствах? Что в чувствах? Почему закрытость? Королевы Пентакли выходят. То есть, шершеляфам, ищите женщину. Женщина довольно-таки стабильна в своих интересах, очень материальна. Возможно, она пунктуальная, умеющая зарабатывать или умеющая принимать дары. Материальные дары, она очень их любит. Холодность, расчётливость. Возможно, он почувствовал себя использованным. Может быть такое. Она ли это? Да, здесь всё упирается в деньги. Вы знаете, у них было расставание. И, скорее всего, несмотря на то, что деньги, 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 тугрики, стерлинги и фунтики, эта женщина была для него всё-таки желанной, и она давала ему силы. Очевидно, здесь была большая влюблённость. Когда человек влюбляется, он же не выбирает, в кого ему влюбляться. В милосердную или в жестокосердную даму. В эпивоху или монашку. Либо в леди совершенства. И то, что они расстались, но он очень хорошо о ней думает. Это может быть женщина, как первая любовь проходит. Или большая, сильная первая влюблённость. Вам не видно, да? Так, ну давайте чуть-чуть. Подвинем. Что же он таит? Что же у него там в сердце, на чувствах? Давайте спросим, а может ли он что-то чувствует действительно серьёзное к вам? Мир. Да, может. И очень даже сильно. Вы можете перевернуть его мир, войти в его жизнь прекрасной желанной женщиной, которая будет составлять большую часть его мира, как внутреннего, так и внешнего. Здесь может быть период возрождения чувств. Если вы уже были знакомы, и сейчас у вас есть, вы снова встретились, повстречались, у вас есть какой-то новый шанс, вы можете занять достойное место в его сердце. И он будет ещё какое-то время вспоминать её и, может быть, даже сравнивать. Давайте посмотрим, насколько сильно ваша позиция. Ну, однозначно сильна по Аркану Мир. Сразу вышел старший Аркан на мой вопрос. Однозначно сильна. Ну, может быть, какие-то будут ещё препятствия. Колесница. Ой, девчата, но старший, правосудие, Аркан правосудие, причём кармическая отработка какая-то, вы её должны будете достаточно легко пройти в суд. Все четыре Аркана старший на вас. Старая забудется, будет момент исцеления. Разрушительные процессы будут для того, чтобы действительно старое ушло. И это, знаете, как вышли токсины из организма. Вот просто, чтобы вся грязь и горечь ушла, всё плохое было стёрто. И как на чаше весов. Здесь должна быть стабильность и гармония. И это может быть кармическая встреча, кармическая завязка. Сначала это могут быть встречи, гостевые отношения. Или он будет приезжать к вам из другого города. Или, возможно, вы будете сходиться, ещё и как-то расходиться. Но это что-то о гостевого брака, о гостевых отношениях. Поначалу может быть так. Мы смотрим на небольшой период времени, но у вас очень хорошие перспективы. Очень сильные, мощные перспективы. Он проникнет во всё ваше нутро. Этот человек будет находиться во всех ваших клеточках, запомнить все ваши мысли, ваше желание. Войдёт в вашу жизнь. Не просто так, не на пустом месте. Вы уже достаточно настрадались и уже достаточно отработали. Этот человек идёт вам по судьбе. Он ворвётся в вашу жизнь буквально на колеснице. Всё сокрутится достаточно сильно. Вы сразу поймёте, что это он. И он может ещё где-то сомневаться, так как есть у него печальный опыт. Очень сильный печальный опыт. Не только девочки плачут, мужчины тоже переживают, страдают и уходят, залезывают в свои раны, в свои пещеры. Очевидно, этот мужчина уже готов будет выйти навстречу своей судьбе, своей женщине, которая излечит его раны, из которой он может построить серьёзные отношения. У вас все старшие арканы, на мой вопрос о вас, вы действительно затмите. Он забудет с вами все свои предыдущие переживания, всю ту боль, которая сидела в его сердце очень длительный период времени. И он найдёт на вас силы и действия будет делать, будет совершать. Давайте ещё проверим сейчас, на что ещё нужно обратить внимание. Кто же на пороге? Что ты ещё хочешь сказать? Может быть, вы его уже знаете, или это новый человек в вашей жизни. Кто на пороге? Девятка кубков, девочки. Счастливая судьба. Действительно, это карма, это счастливая карма должна быть, уже с минимум отработки. Где-то вы в предыдущих отношениях уже наотрабатывали, и друг друга должны встретить. Нет, вот здесь уже точно, девочки. Вот тут, когда я говорила, помните, да, что мужчина, где-то его ждали, когда-то ждали, он либо сам ушёл, его уже никто не ждёт. Там, где прежде, там, где было ему хорошо. Он как-то ушёл в работу, в зарабатывание, не знаю, там, построение своей мужской жизни со своими интересами. Мало у него любви. У него любви практически не было. Я вижу, что настоящей любви у него вышла только одна женщина, по сути, которая какое-то время для него была всем, несмотря на свою меркантильность. С вами же он опять может обрести дом и то счастье, то гармонию, когда он захочет возвращаться. Где у него будет и стол накрыт, и интерес будет в интимном плане. Вы знаете, мне, конечно, выпадают очень хорошие арканы, жезлы действия и идёт совершенство. Десятка кубков успех, десятка кубков, девятка кубков. Девочки, это семья, это семейные отношения, это большая любовь. Мне бы, знаете, мне бы даже не хотелось больше... Девочки, я говорю, что не хотела бы больше смотреть. Я достаю пустую карту-бланку. То есть дальше смотреть нельзя, нам закрывают, потому что дальше не надо спрашивать. Всё будет так, как нужно, и тут уже помощь высших сил придёт. Либо должно это случиться, должна быть эта встреча, к вам идёт совершенно потрясающий человек, ваш кармический человек. Очень хочется, чтобы ваш император появился на вашем пути самым наилучшим, наивысшим образом, достойный вас, и вы достойны его. Хорошо бы, чтобы это проигралось, и вы бы мне написали, как и что у вас сложилось. Уважаемые кристальные сердечки, благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, кто не подписался, выходите на обратную связь. Более подробной информацией вы можете обращаться ко мне на индивидуальный приём. Как связаться, я оставляю под видео информацию. Итак, зелёные сердечки. Какой мужчина придёт к вам? Какой мужчина на пороге? Давайте спросим наше прозрачное торопо. Какой мужчина идёт к моим зелёным сердечкам, к девочкам-красоткам? Умненьким, благоразумненьким. Так, что у нас здесь получается? Так, ну складывается достаточно легко. Вот ещё один элемент остался. Вот он. Мужчина должен достаточно быстро появиться на вашем пороге. Сейчас посмотрим, что же у нас выходит. Каким нам его покажут. Ох, ну, конечно, он такой рисковатый. Он любит побеждать. Он любит выигрывать в спорах. И неважно, прав он или не прав. Достаточно хладнокровный. И иногда он даже не понимает, как он обижает людей, как он может обидеть. Достаточно циничный. И он очень закрытый. Он может попадать в нужное время, в нужный момент. У него хорошо развитая интуиция. Он может начинать всё сначала. У него, может быть, налажен будет. Возможно, какие-то отношения. Но он может спокойно из этого уйти. Он будет принимать решение. И в конечном итоге он всё-таки сделает то, что хотел. Близирничать, как говорится, он не будет. И всё-таки момент неискренности есть. Но он человек совести. Если он делает какие-то неблаговидные поступки, ему всё равно будет за это стыдно. Не праздный довольно-таки человек. Не могу сказать, что он выпивоха и любит отдыхать. Нет, у него, наоборот, получается, что отдыхать он не любит. Скорее всего, он трудоголик. Знаете, какой-то работник интеллектуального труда. Он может много передвигаться. Но человек внутренне, знаете, очень осторожничает. Он не будет в словах осторожничать. Он то, что думает, он может то и сказать. Он может махать шашкой. Действительно, характер ещё тот. Вот тут характер совершенно не подарок. Но во всяком случае он любит одерживать победу. То есть он идёт к своей цели. И он очень хорошо продумывает. Вот как в какой-то игре. Он может блефовать, чтобы добиться своей цели. Будет продумывать на несколько шагов вперёд. Это что касается, как его видят люди, как он себя вообще ведёт по отношению к другим. Вы знаете, здесь вообще не вышло. Вот у него кубки выходят в аспекте нелюбовном, а в том, что он может выходить из отношений, даже толком не сказав об этом, не сообщив. Так же, как он может выйти из зоны комфорта. В принципе, для него это не составляет труда. Если он махнул шашкой, то он ей махнул. С таким человеком, конечно, достаточно нужно быть аккуратным. И тут нужно вымерять, насколько вам это нужно. Но мы сейчас это и посмотрим. Это была первоначальная картина. Но, может быть, вы уже когда-то сталкивались, но не рассматривали как потенциального партнёра. И очень мало информации о нём. Давайте всё-таки посмотрим, что же у него в чувствах, кому и как и где. Итак, вы знаете, у него, очевидно, есть отношения или же какие-то отношения, которые на данный момент времени. Это то, что что воля, что неволя. Вот что эти отношения есть, что их нет. Есть хорошо, нет. Но вроде и не надо. У меня иногда может быть смещение в кадре. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Это технические проблемы, с которыми легко решаются. Продолжаем. Итак, здесь, видите, игра в кошки и мышки идёт. Магия соблазнения. Человек-обольститель. Любит он обольщать. Но он не будет париться, как говорится, очень долго. Если от него будут постоянно отворачиваться, то навряд ли он будет слишком хотеть добиваться. Любви особой пока нет или не было. Да, здесь идёт завязка. Скорее всего, это сексуальная привязка. А вот мечей много. И просто ему хорошо и приятно проводить время. Не показывают, жена это или просто женщина. Но это какие-то прежние отношения. Либо сейчас у него кто-то есть. Но это несерьёзно. Даже я не могу сказать, что это супруга. Но не показывают на данный момент. Всё, что он хочет, это пока просто соблазнять, отдыхать, наслаждаться, радоваться жизнью. И особо не привязываясь, не нести особенная ответственность. Вот давайте посмотрим, что к вам. Да, девочки, здесь идёт повешенный. То есть здесь опять старшая арканцу. От старого можно отвязаться. Но дело в том, что его могли привязывать. Привязывать насильно, магически. Видите, инструменты магические идут. Женщины привязывают. Ему даже могло одно время это нравиться. Но он мог не понять, как попал в путы, в кандалы. То есть сначала это была какая-то игра, но могли его просто привязать. И он здесь чувствовал себя легко и хорошо одно время. И даже не задумывался, как попал в ловушку. И сейчас у него идёт отток энергии, девочки. И вы к нему идёте. У вас перевёрнутый аркан для вас повешенный. То есть вы можете очень сильно на этого человека подвязаться и запасть. Он может вас связать, но только по рукам, не по ногам. Вы свободны делать свои шаги. Здесь он даже может впасть в некую зависимость. Но здесь идёт колдовство. Девятка мечей в наслаждении. Это всё-таки некая опасность, когда можно говорить о том, что нужно снять будет сначала привязку, негативные программы. Какие-то у него есть остаточные явления по отношению к вам. Вам здесь сложно будет. Это, знаете, на грани хочу и нельзя. Вашим отношениям на ваш интим это будет как-то влиять. В общем, нужно, чтобы пошло выздоровление и очищение. У вас может получиться даже не с первого раза отношение. Он будет вас добиваться. Но он не будет понимать, что нужно делать. А делать нужно убирать негативную программу. Это снимать с него. Потому что его будет к вам тянуть интуитивно. Но он не сможет сразу сделать к вам реальные такие шаги. Достойные шаги. Как вы бы хотели. Как вы действительно заслуживаете. То есть он может сначала пойти по накатанной. «Хочу ничего не делать. Хочу наслаждаться, отдыхать. Особо не привязываться. Не хочу нести ответственность». Но даже несмотря на то, что всё-таки там подмагичивали и тянули. Здесь может даже быть завязка просто на энергоцентрах. На сексуальных энергоцентрах. Его может тащить там куда-то непонятно. От вас уводить. Потом приводить к вам. Здесь обязательно здесь будет либо второй шанс. Если вы расходились и вы помиритесь. Но опять здесь вы даже могли разойтись. Потому что у него была привязка другой женщины. Вот кого-то он получил. Хороший такой приворотик. И поэтому вы также можете это схватывать. Если у вас будет интим. У вас даже интима может и не быть. Длительное время. Потому что пути перекрыты. Дороги перекрыты. Здесь очень, конечно, надо быть аккуратным. Может не всё сразу получиться. Вы ещё будете ходить друг вокруг друга. Какое-то время. Давайте уточним. Хорошо или плохо. Насколько закрыто. Насколько будет легко или просто ситуацию повернуть на себя. Да. Должно быть обнуление. Чистка должна быть. Вы знаете, для молодых пар, относительно молодых, здесь может проиграться даже желание стать родителями. Итак, всё может быть хорошо, приятно, солнечно. Может такой момент быть для вас классный. Это девятка кубков, когда вы уже тоже достойны счастья, достойны радости, заботы, эмоций. Прекрасных эмоций, не упаднических, не слёз, а улыбки. Но должна произойти трансформация. Очиститься обязательно нужно. И мужчина, он здесь выходит отцом кубков, но перевёрнутый. То есть он пока не знает, на что он способен. Эмоций у него в принципе не было с вами. Эти эмоции и желание чувствовать, и любить, и ревновать где-то, может быть, где-то строить какие-то планы. Когда человек влюблён, он может начать слушать такую музыку, которую никогда не слушал, он станет собой лиричным. Кто-то даже может начать писать стихи. Он может делать такие вещи, которых раньше не делал. С вами, да, действительно, он может стать более романтичным и более терпимым, что ли. Потому что у него везде картина была, это мечи-мечи-мечи. Резкость, продуманность, эгоизм, эгоцентризм. Но вот здесь он всё-таки может поменяться, пойти уже другим путём. Как по волнам. Человек может преобразоваться. И в принципе у него останется вот это желание лёгких отношений, солнечных. Но, во всяком случае, это будет уже не так необдуманно. Здесь он будет задумываться о том, что уже пора бы нести ответственность. И надеюсь, что у вас будут отношения действительно доверительные, неэгоистичные, без отрыва от реальности. То есть тут будет и романтика, и реалии жизни. Они должны будут пересекаться. Кстати, он мог просто обучаться этому ещё на других примерах, с другими женщинами. То есть здесь нам по двойке Пентаклей показывают, что должен быть баланс гармонии между физическим, материальным и тонкими планами, духовным. Нужно найти этот баланс. Иначе будет туда-сюда, туда-сюда. И вот это туда-сюда, как в анекдоте, это либо туда, либо сюда. А туда-сюда не надо. И, скорее всего, вот уже одно единое направление он найдёт с вами. Но, опять же, при условии, что будет очищение и будет обнуление, трансформация. То есть всё старое действительно может быть забыто. С вами это будет новый толчок, новые ощущения, которые он до вас, в принципе, скорее всего не знал. Хотя у него очень много женщин могло наблюдаться. Но, опять же, любви нет. Вот особой любви здесь не показали, не прослеживается. Поэтому, мои дорогие зелёные сердечки, такие мужчины, уже вам будет, наверное, само интересно разобраться, как вы дальше пойдёте. Желаю вам, чтобы всё было у вас замечательно. Знаете вы друг друга. Или вы его ожидаете, он действительно ещё на пороге. Либо он уже есть на вашем пороге, и вы ещё не знаете. Это сначала может быть друг. Вы можете как, друзья, общаться. Но в какой-то момент у вас просто может быть раз, щелчок, и всё. И по этому щелчку вы поймёте. Боже мой, как же я его раньше-то не замечала. Как про Мартынку. Рая, раньше мне некогда было. А сейчас я вас люблю. Дорогие, уважаемые мои зелёные сердечки, благодарю вас, что были со мной. Если вам понравилось видео, делитесь своими друзьями в соцсетях, может быть, на YouTube поделитесь. И подписывайтесь, кто не подписался. Мне будет очень приятно. Итак, дорогие шоколадные сердечки, давайте посмотрим, какой мужчина идёт к вам на ваш порог для жизни, для совместных встреч, отдыха, для любви и отношений. Возможно, вы знаете этого человека, возможно, это будет новый человек в вашей жизни. Просто смотрим, когда мало информации. Сейчас посмотрим, что же нам покажут. составляем картинку. Так, ну что, осталось только два элемента собрать. И вот они-то как раз не хотят собираться. То есть у вас всё может идти хорошо, ожидание ожиданием, но, знаете, как в последний момент какой-то стопор. И мужчина может хотеть-хотеть, потом раз... Ага, вот он появился. И ещё один элемент нам нужно дособрать до полной картинки. Либо он очень закрыт и не хочет, чтобы его смотрели. Ну вот, наконец-то. Так, замечательно. Ну что, дорогие, давайте будем смотреть картиночку. Что же этот человек из себя представляет? Какие основные черты характера на данный момент? И вообще, что у него происходит в жизни? Какой он будет, да? Наиболее вероятные факты о нём. Итак, девочки, мужчина очень даже надеется и хочет встретить женщину своей мечты. Ту женщину, с которой ему будет действительно хорошо, спокойно, надёжно. Ему надёжно. Мужчинам тоже нужна надёжность. Не только нам, девочкам, нам, женщинам, нужно плечо. Здесь мы не говорим о плече. Ему нужна уверенность в своей женщине. Женщину, любящую и ту, которую он сможет полюбить. То есть вы же знаете, да, что у нас мужчины тоже обжигаются, и многие не хотят связывать себя с семейными узами, либо любят очень сильно гульнуть. Кто-то не верит ни в любовь, не вошло совершенно, да, во что-то прекрасное. Не понимает, что это такое. Данному мужчине, который на вашем пороге, ему нужна женщина, которую он будет боготворить буквально, и которая будет понимать его, и будет понимать, что такое уют в доме, что такое понимать мужчину. С ней можно действительно строить отношения, и дом будет полной чашей. То есть такая женщина будет давать энергию для продвижения своего мужчины. Она будет его так понимать и создавать тот комфорт, который мужчинам обычно, обычно его не хватает. Отсюда и перегрузки очень сильные, на работе и вообще в жизни, и какие-то неудачи очень часто, потому что у нас, девочек, женщин, нет надёжного плеча, и мы хотим его, да. И вроде нормально, как бы, да, считается. А также мужчины хотят тоже надёжный очаг, хранительницу очага, достойную. Когда он придёт, ему не будут выпиливать мазки, и бензопела «Дружба» не будет включена, а будет атмосфера понимания добра, где он сможет просто набраться сил. Он хотел бы создать полноценную семью. Пока я не вижу, что действительно тут есть ЗАГС, но в его мыслях уже есть звоночки. Если возраст уже взрослый, то тогда человек хочет радоваться простым жизненным ценностям, ходить к друзьям, отдыхать, наслаждаться жизнью, радоваться просто тому, что, как это снято, мы урожают, да, вот то, что посеял, то и пожнёшь. И, конечно, здесь хотелось бы всё-таки у него… Прямо, знаете, ему для счастья очень мало надо на самом деле. Мужчина, который, вы знаете, он мог переехать из другой страны, он может ездить на заработки. Иногда у него нет поддержки. Просто он… Бывают его в жизни такие моменты, когда он действительно не знает, что же теперь дальше. Это, может быть, у него работа по контракту. Мы посмотрим на его отношения, были и есть, или что у него там. Возможно, покажут там женщину, может быть, по документам кто-то есть, но не видно привязки. Он даже, в принципе, туда-назад уже особо-то и не смотрит. Это просто нам показывают, что были чувства, да, действительно. Когда-то были. У человека есть своя история, история отношений. Но на данный момент, сейчас уточним, свободен или нет, вообще по всей картинке. Может, конечно, быть так, что это какие-то командировки, и вы встретитесь именно тогда, когда он приедет, он что-то, может быть, проект какой-то, строительство или… Повторюсь, это работа по какому-либо контракту, когда человек уезжает на несколько месяцев и потом возвращается куда-то. Возможно, этот человек уже готов строить новые отношения. Достаточно активный, немного ершистый, но больше всего от того, что ему нужна поддержка, и иногда он действует, он очень самостоятельный. Ему приходится опираться только на себя. Хотя вокруг него могут быть люди, которые его поддержат, но он просто не привык. Очевидно, он просто не привык просить помощи, показывает свою слабость или считает, что чего-то просить – это проявление слабости. Давайте посмотрим дальше, что же у него в чувствах, что там у него в других отношениях. В других отношениях у него страсть. Страсть и… Вы знаете, здесь говорит о расставании, либо человек уже расстался, причём, вы знаете, они перестали просто друг друга понимать. Перестали понимать друг друга очень сильно. Всё, что могло радовать когда-то, оно сошло на нет. Вы знаете, у кого-то это сойдёт на нет в скором времени. Но вообще здесь картина такая, что человек всё-таки должен быть одинок. Официальных отношений не вижу. Скорее всего, человек будет либо в разводе, либо у него это был гражданский брак. Либо он давно в разводе, и у него были какие-то подруги, просто женщины, с которыми он проводил время. Во всяком случае, для вас, для ваших отношений здесь не должно быть особых преград. Давайте посмотрим на вас. Сейчас, может быть, что-то прояснится. Не может так быть сильно закрытая информация. Хотя, понимаете, это общий просмотр. И, конечно, всё-таки никакой общий просмотр не заменит просмотр индивидуальный. Что же у вас? О, девочки, девочки, судьба. У вас судьба, судьба, судьба. Ну что, мои милые? И вот как раз та императрица, которую он ждёт. Он найдёт её в вас. Это свадебная карта, брачная карта. Это изобилие. Это дом. Если, конечно, были бы кубки полной чаши, но здесь также полная чаша. Но по пентаклям. Это стабильность. Стабильная, плотная такая, туго набитая. Изобильно. Продовольствием и денежкой, подарками. В общем, это очень хороший аркан. Это просто исключительно замечательно. Он просто перевёрнутый. То есть у вас это есть. И может быть. И оно должно сбыться. Только чтобы сбылось, нужно быть очень… Вы знаете, у вас колесо. То есть вам нужно не упустить свой шанс. Это, конечно же, надо и очень чётко понимать, что вы хотите, и быть настолько осторожны. То есть вы можете даже словом где-то так обидеть, что всё, сойдёт на нет и будете опять прорабатывать ситуацию. Жрица выходит. Девочки, ну у вас достаточно характер. Можно сказать, что в некоторых моментах так же эгоистичен. Вы можете играть чувствами человека. Можете. И не обижайтесь. Может быть, кто-то из вас скажет, да вы что? Да никогда. Но в вашем загашничке тоже могут быть какие-то скелетики такие, знаете, где вы тоже могли себя как-то повести практически как высоко задрав носик. Есть предупреждение, потому что это вам может помешать стать истинной настоящей императрицей. Жрица — женщина, которая завязана всё-таки на себе, на своих духовных каких-то моментах. У неё всегда есть чем заняться. Она может быть женщиной такой высоких вибраций, каких-то знаний. Её может нести. Иногда даже не нужен интим. Она может строго его распределять. Вот сейчас нужно, а сейчас не нужно. И ей будет по барабану, нужно ли это мужчине. Здесь также говорится о том, что вы должны быть всё-таки полуоткрытой к ним. Мужчине должно быть интересно, с вами интересно вас разгадывать. Но опять же, аркан, верховная жрица, он очень закрытый. Но, девочки, у вас идёт колесо, то есть человек — это судьба. У вас на пороге стоит человек вашей судьбы. Но опять же, когда судьба и карма, да, у нас от вас тоже зависят. То есть вы должны понять, что нужно делать в этот раз, в очередной раз. У кого-то это проиграется уже не первый. Такой случай, когда человек был на пороге, и потом раз уж что-то пошло не так, покатилось, и не туда. Не отработали. Кто-то, тот, кто отработал, и поймёт, что делать сейчас. Вы сделаете всё правильно. Императрица у вас была перевёрнута. То есть это немного такой эгоизм и не до конца осознание того, что вам нужно делать действительно. То есть вы прямо на хорошем таком подходе к этому состоянию, к осознанию, что вы должны быть не только на себе заморочены. Кто-то, может быть, уже и устал ожидать мужчину. И, в принципе, и так хорошо самой. А зачем мне это нужно? За кем-то убирать, кому-то готовить и прочее. Но, девочки, если вы хотите быть с мужчиной, не просто так, чтобы кто-то был. Как сказал Александр Васильев в передаче «Для запаха». Это историк моды. Так мне понравилось его выражение. Зачем мужчина? Ну так, для запаха, да? Чтобы был. Нет. Чтобы он действительно… Здесь вот просто тоже опасность, что вы можете более на себе быть зациклены. Если поймёте своего мужчину, того мужчину, который к вам идёт, не принижая себя и своих достоинств, ни в коем случае, не заглядывая ему в рот, что всё прям пылинки с него сдувать, но действительно понимать, что ему нужно, и как-то со своей стороны давать ему теплу, заботу, веру в него. Для этого мужчины это очень важно. Тогда он действительно скажет, что я ждал тебя всю свою жизнь. И вы также скажете, как в том фильме, как долго я тебя ждала. Помните, да? Давайте ещё посмотрим нюанс, чего может быть опасаться, или как это хорошо, или плохо, что там, что нам покажут, какую вероятность ещё развития событий. Девочки закрывают информацию, закрывают. Не нужно больше смотреть, сказать, уже не первый раз вышел. Это действительно просмотр, когда высшие силы покровительствуют нашим вариантам. Девочки, и всё вы узнаете, вот всё, что нужно дальше, вот когда эта сначала ситуация должна будет проиграться, дальше пока смотреть не стоит. Будет то, что будет. Тем более, здесь идёт колесо судьбы. Вам нужно просто чётко отреагировать, вам нужно очень тонко понять действительно и как-то себя поменять, включить осознанность и понять ваше предназначение, вообще женское предназначение, что нужно делать. Если хотите уточнение информации, каких-то подробностей, либо работать в своей энергоканале, поднять энергию, энергетику, потому что любовь, чувство, магия — это всё энергия. Когда нет денег, когда нет любви, значит, недостаточная энергия — в первую очередь, когда нет сил, просто тут надо выживать, а куда уже делать великие дела, да? Поэтому есть энергия, сексуальная энергия, можно с этим поработать. Также есть энергия других наших чакр, которые тоже, может быть, где-то есть застойчики, это тоже можно посмотреть, очистить, открыть, поставить в работу, да, и тогда, конечно, у вас будет больше сил, и знаний для того, чтобы понимать, что вам действительно нужно делать, как себя вести с этим человеком, с этим партнёром, если вы действительно хотите добиться улучшения качества в вашей жизни. Итак, мои дорогие шоколадные сердечки, кому понравился расклад, данное видео вы можете смотреть не на одного, а на, может быть, на партнёра, которого вы знаете и загадали ещё нового человека, который будет на вашем пороге, да, и может прийти в вашу жизнь. Делитесь видео со своими друзьями, близкими в соцсетях, я надеюсь, что вы ставите лайки, будет приятна обратная с вами связь, ну и подписывайтесь на мой канал, те, кто ещё не подписался. Всех, дорогие, обнимаю энергетически, всех тех, кто со мной на одной волне. Желаю, чтобы всё было обоюдно, чтобы мужчины на вашем пороге появились, появились тогда, когда нужно, кстати, вот тут по шоколадным сердечкам опять же пожриться, всё будет в нужное время, в нужный момент, может, немножко подзадержится, но всё должно быть вовремя. До новых встреч, до новых видео, жду вас на индивидуальных приёмах. Всем уюта, тепла, любви. С вами была Татьяна Любимова, я природная ведущая. Пока-пока.